здрасьте всем друзья привет уленьки у нас тут продолжается золотой колос уже пошел третий день и 6 утра это значит что у нас созрел урожай правда не весь у нас созрела травка то что мы сеяли в самом начале скажем так прошлого дня и созрела 6 7 поле которое мы сеяли тоже в начале дня а вот рис увы у нас нихринашенький и созрел поэтому уборка риса у нас немножко подождет но сейчас мы все равно туда сбегаем посмотрим что там происходит потому что это как минимум важно интересно или не знаю короче да тут последняя стадия созревания плюс когда у нас созреет надо будет еще подождать часик пока вода сольется воду тоже надо будет спустить но и потом уже можно будет это убирать может быть даже сегодня это сделаем но в первую очередь конечно надо убрать и засеять поля которые у нас находятся около базы да поэтому наверное погнали поставим уборку я вам расскажу что вообще у нас еще происходит че сделал за кадром человек куда отвез за кадром потому что что-то да произошло да и так с комбайн у нас поехал работать у него все получится солонку мы отделяем она нам скорее всего понадобится на что-нибудь с этим у нас все понятно также вместе с ним поедет работать джи спишка вон она стоит и мы запускаем по автодрайву погружаться на зерно выгрузка загружаться на поле 67 то товарищ погнал только надо еще комбайн уж поставить поле и наш комбайн он на базе стоит я иногда забываю про это дело и потом не понимаю почему она не едет разгружаться поле 67 все погнал тут он полчаса работы и все будет нормально также друзья надо поставить косить вот это вот поле хотя есть у меня такое подозрение что он еще не на сто процентов созрел но ничего страшного на 6 утра мы сейчас ставим это все дело косить потом мы это все за тюкуем в силос и отвезем на овчарный а где наш классный вот этот мощный трактор по вот этот к нему мы и цепляем наши косилочки такие вот прекрасные и отправляем его косить я думаю что тут даже по кругу мы не будем его отправлять просто взад вперед тут езди развернуться до будет немножко выкашена лишнего за пределами поля то что не соберется в тюки но потом когда-нибудь мы это все пособираем здесь покатаемся ручками может быть даже на стриме на каком-нибудь если они конечно вообще будут у нас вот такой вот незамысловатый маршрут со стартовой точки бздынь погнал у тебя тоже все получится и ты довольно быстро это сделаешь принципе сзади можно и тюкуку сразу отправить потому что поле это явно быстрее соберется чем вот это ладно пусть пока косит я ребята вам покажу что у нас вообще собралось а то что мы собрали пшеницу и подсолнечник я это все дело заказами на производство выполнял короче переработал в муку ну и соответственно жмых лузга и отруби у нас есть как мы видим отруби у нас больше всего поэтому эти отруби мы отвезем на коровник заполним полностью все остальное мы отвезем нашим курочкам и жмых и отруби мы везем на курятник делать им корм лузгу мы тупо продаем стою кстати тоже можно продать у нас сейчас деньгами есть некоторые сложности вроде как они кстати должны решиться потому что у нас друзья есть еще теплички тут 92 процента плодоношения уже почти миллион 820 кубов томатов есть их можно продать также у нас есть мука пшеничная и крупа кукурузная которая 58 81 куб и они кстати дорого стоят а также фасованное подсолнечное масло я это просто отвез на вот эти склады чтобы не платить деньги за аренду склада на мельнице вот так что вот это вот все дело нам надо сегодня продать и для этого нам надо купить что-нибудь то что это сможет возить в большом объеме потому что это довольно таки долгое занятие надо взять хотя бы маленький контейнер на 30 кубов трактора вроде какие-то минимальные у нас есть чтобы с этим справиться плюс есть урал урал друзья мы сразу же кстати отправим купить семена ржи потому что у нас есть контракт ладно стой заглушенный пока не мешай у нас друзья есть задание это контракт мука ржаная фасованная ее нужно привести довольно таки до хрена но время еще есть и на переработку и на вырастить поэтому если этого всего дела не хватит у нас одного урожая то есть время вырастить еще этой самой рожью мы будем засеивать и шестое и седьмое поле если уже урожайность такая как и у пшеницы то есть вероятность что нам не хватит потому что там вроде как по 80 кубов собирается с поля у нас а если мы посмотрим сколько нам надо этой самой муки ржаной фасованной там 160 кубов то нам нужно 200 но это все конечно же примерно можно конечно вырастить меньше и привести меньше то там будут хорошие такие затраты на ресурс хотя с другой стороны мы все равно должны будем на этом заработать короче говоря дружище ты у нас едешь за семенами на садовый центр до садовый центр семена на базе семена выгрузка и здесь неважно что ставить но мы поставим семена одна поездочка и давай погнал чем и тебе еще намутим автогруз для того чтобы все было нормально на садовом центре ты это забираешь один раз и на базу ты это высыпаешь один раз а потом едешь паркуешься и больше мы тебя не тревожим наверно также можно пока что отвести отруби на коровник поэтому погнали развезем остатки высыпем на комбикорм вот так у значится мы высыпали все отруби которые можно было если мы сейчас посмотрим на наших животных то у всех в принципе все хорошо за исключением воды и молока у телятника но молока у нас пока что нету потому что нет коровок и в общем то по сути дела мы уже можем покупать коров денег у нас правда всего лишь 62 куба и плюс нам надо еще кое-что прикупить за эти деньги мы толком ничего не купим но сегодня мы скорее всего заработаем денег и приобретем себе наконец-то коровок и не только коровок кстати далее выставляем нашу вальтер на дорогу вот сюда и отправляем ее еще отвести жмых и помню сколько его там поэтому поставим отвозить при уровне 30 процентов временно и едешь ты получается забираешь все на базе сыпучая загрузка 1 а выгружать едешь на птицеферму зерно выгрузка вот так вот и здесь ты забираешь жмых делать тебе нужно две поездки только я не тот режим поставил я лошара бывает когда одну поездку и правильно этом настроил вот короче вот так вот он все делает и потом возвращается на склад парковочного места не не прописано в общем то он должен будет отвести давай дружище валяй также тем временем у нас кстати закончился покос значит можно отцепить косилки и поставить все это делать уковать я думаю что мы поставим это на этот же самый трактор маршрут мы сбрасывать не будем потому что он поедет работать по этому же самому маршруту есть он за пределами поля вот эти палочки оставил скорее всего он их не будет собирать при тюковке но потом как-нибудь когда их уже будет много мы это вручную все соберем и все будет нормалды но джесси бишечка у нас на базу съездила пшеничку отвезла вот урал приехал уже на парковку и это вообще люблю автоматизм а мы отцепляем косилку надо было в другой очереди это делать ну ладно уже отцепляем заднюю и едем брать тюковщик он у нас вот тут а стоит цепляем тюкалку и отправляем тюковать вот этот вот весь силос по-хорошему конечно нужно сразу эти тюки все собирать наш хрен узнает куда они будут кататься и насколько сильно они будут мешать трактору поэтому мы так и сделаем давай дружище есть тюку 1 у него будет соломы но ничего страшного а нам тогда нужен наш вот этот вот самый урал и в общем-то потихонечку буду собирать эти тюки а когда они тут затюкуются мы с вами еще раз и встретимся из этого поля тюков получилось ребята ровно на машину прям тютелька в тютельку полностью она будет забита и там чуть-чуть еще останется травы в самом тюков щеки идеально в общем да давай выгружайся сейчас мы тебя это можно сначала переставить его работать на поле и тюковать соломку копируем маршруту нашего комбайна принципе кстати можно его даже по автодрайву туда отправить и не везти самому потому что я но знаете я лентяй вот короче есть тюкой а мы поедем отвезем от это все дело нашим овечкам тут у нас уже есть один тюк силоса короче он также сюда попал как и сейчас один тюк соломы она коровник потом идет один тюк силос но это неважно ладно разгружаем все это дело наш клад и по овечкам знаете что друзья у нас и наши животные вот на овчарня нас тоже все хорошо тена трава у нас уже сюда загружена но да надо еще наверно травки привести будет а пока хватает нормально силос мы можем заполнить вода заполнится и молоко тоже потом когда коровки будут солома тоже заполнена еще на складе осталось то есть по сути дела мы можем даже и овечек уже покупать овечки намного дешевле стоят и забить один загон стоит всего 187 тысяч время как забить один загон точнее корпус для коровок стоит больше миллиона я не хочу их возить мне лень я понимаю что можно на этом сэкономить денег но мне прям откровенно лень его случае сейчас мы немножко заработаем денежков на продаже всего того что у нас есть и потом уже будем думать что у нас с нашими животными тем временем кстати у нас закончилась уборка поля одного из и друзья во первых надо пойти переставить комбайна поменять ему жаточку а вторых вот это поле у нас требуется известь поэтому прежде чем сеять надо запустить тракторенка какого-нибудь который посыпет все дела известью что у нас из тракторов свободных осталось у нас остался вот этот но я напускай сеет вас должен был вернуться трактор да вот он вернулся вальтра наша вальтра вернулась поэтому поедем поставим ее на известь о господи что тут происходит что у нас тут по автогрузу по автогрузу у нас все осталось еще с прошлых разов поэтому все замечательно значит тебе тогда рисуем маршрутик на поле вот такой вот простой и конечно же автодрайв до на поле номер 67 и загружаться на базе имена загрузка по моему там у нас проходит но и известь на всякий случай здесь поставим и по курс-плею давай есть и все будет нормально еще надо отвозить при уровне поставить побольше уже вернуть до пускай сначала съездит загрузится также а сцепляем жатку едем меняем на комбайн генерируем маршрут и в общем то тоже отправляем работать вместе с ним будет работать все тоже сибишка все по тому же маршруту единственная она у нас не пустая поэтому надо отправить ее разочек разгрузиться потому что кукурузу туда насыпать он не сможет ну и далее у нас работа тут на этом поле пошла вовсю известью посыпается тут все хорошо надо ехать собирать тюки а то их тут уже как-то много и могут они мешать ну и что друзья с полями мы вроде как разобрались у нас уже полностью убрана тут солома идет посев полностью все посыпано известью идет уборка вот этого вот поля одна стадия удобрения внесена уже вот на это поле на седьмое соответственно когда она засеется мы переставим селку работать сюда и все будет хорошо и можно будет еще раз отправить самолет чтобы он удобрил два поля сразу и будет две стадии удобрения потому что вот это поле у нас удобрено соломой скажем так первая стадия короче тут у нас все хорошо сеется рожь как и планировалось по сути дела осталось только дождаться окончания работы переставить селку на соседнее поле и все также друзья у нас кстати с теплицами вопрос стал давайте посмотрим что у нас там с теплицами а во первых нам надо вот это вот все дело продать потому что нам нужны деньги во вторых нужно внести удобрения или компост но так как удобрения покупать мне впадлу а компост у нас есть у нас его много так кстати компост я перенес перевез весь из компостной ямы на склад сыпучих грузов то есть по по сути дела компостную я вам можем снова забить и сделать еще компоста если нам понадобится у нас чуть больше миллиона поэтому я предлагаю внести компост я вот не знаю это у нас каждый раз по 5 кубов будет или чисто вот один раз так вот 5 кубов а потом 15 кубов а потом 35 кубов так далее но посмотрим вообще-то на следующий день в общем-то у нас грунт 2 урожая здесь теперь 5 можно раз выращивать на этом грунте по моему 5 вот точно не скажу но по моему 5 раз это вот с садами обновления которые в общем-то теперь до больше вас есть 56 тысяч денег мы не можем даже купить рассаду эти деньги поэтому надо отправить чуть продать я думаю что мы начнем с фасованного подсолнечного масла значит соедешь на втк загрузка товаров а подсолнечное масло скорее всего на комить универмаг конечно же будет выгоднее всего и в порт выгоднее всего ценник хороший то есть на рассаду хватит порт бокс номер три по ей ну и хорошо порт бокс номер три можно кстати сделать туда же и автогруз выгрузить склад товар а сова на вас потому что этот урал что-то как-то у него плохо все перед и порт бокс номер три два раза тебе надо будет сделать и все все будет нормально а можно два раза его и отправить только да здесь тоже надо сделать а сова на и масло и давай есть пока он едет мы отправим урал садовый центр где нам надо будет купить рассаду давай друг садовый центр рассада вроде как здесь вообще должны быть какие-то маршруты у нас проложены до что-то он подцепил так что он тогда доедет все нормально будет а тут у нас еще ничего не созрела я уже прямо жду жду будем собирать рис ладно пускай зреет сейчас я появилась скажем так минутка свободного времени пойти позаниматься своими делами пока тут все вот это вот происходит хотя сюда надо засадить теплица сначала потом отправить урал возить продать муку надо будет потому что деньги нужны денег сейчас в обрез а вот кстати и урал приехал на продажу ну да он сейчас вокруг здесь поедет тут выгрузка идет в третий бокс а вот сюда вот ему придется кружочек сделать причем я смотрю большой кружочек я уже не помню какие эти маршруты записывался так давно было ничего страшного чем он тут должен все продать вроде как все должно работать я по крайней мере на это надеюсь ты о продал 54000 отлично сейчас он поедет еще загрузит еще остатки там совсем мало осталось а мы пока погнали на садовый центр там нас ждет другой наш урал и купим ему рассаду 110 тысяч нам уже точно хватит с деньгами не все так хорошо конечно но ничего сейчас мы выберемся из этого вот недостатка финансов в наш урал и мы покупаем огурчики потому что мат у нас уже есть берем 7 поддонов с огурцами загружаем их вот на эту вот самую платформу благо есть авто погрузкой можно не сильно париться вот так как без дым из дым из дым из дым из дым соответственно отцепляем это все на платформу закрепляем ремнями и отправляем его на птк посадкой он все в общем то посадит и все у нас будет классно огурчики тоже будут расти и на следующий день они вырастут кстати если вдруг кому интересно погнали еще посмотрим на наш сад там ничего интересного нету первые дни он даже не плодоносит еще пока без созревание там ростки пока что как это саженцы да что не изменилось они еще маленькие но вроде как на следующий день они уже станут большими вот тут мы в склад все дело загрузили компост который у нас здесь был яма пустая можно в общем-то сюда что-нибудь загрузить будет но пока что мы вроде не сильно это требуется хотя вроде как на следующий день уже надо будет выносить компост на сад или нет ли еще дней 6 мы потерпим может и потерпим по поводу влажности тут по моему 70 процентов еще поэтому можно не поливать я вчера вечером поливал это все дело до 78 процентов у нас влажность состояние сада обычное все растет пока что все хорошо компоста много я есть такое ощущение что мы компост который выносили на теплицы он отсюда не отнялся я не обратил внимание буду монтировать ролик обращу обращу мышцы с этого склада то забирали но с теплицами но все хорошо в общем-то ребята сейчас у нас тут почти уже закончилась уборка она все досеется ждем пока созреет рис я еще пока отправлю урал продать муку и мы встретимся когда созреет 300 хотя это кстати должно уже скоро случится по 8 часов утра примерно плюс-минус нас следующая стадия должна наступить но не знаю короче встретимся когда рис будет готов они ребята я немножко пошутил насчет того когда мы с вами встретимся есть еще одна работенка во первых она закончилась закончился посев закончилась уборка поэтому можно нанять самолетик на поле шесть семь так вот бздынь и пускай это все дело у нас удобряется во вторых у нас есть один такой завод называется комбикормовый цех и мы сюда вон все привезли поэтому можно это все дело включить и у нас будет комбикорма не сушки а значит можно взять урал и и завести себе птичек по крайней мере закинуть их уже в инкубатор этот товарищ у нас сейчас парковаться сюда приехал моего перехватываем и поехали купим яйца инкубатора покупать друзья будем именно не сушек и я думаю что мы возьмем 4 поддона на пару дней сразу они по полторы тысячи всего стоят можно три всего купить но ничего страшного вот тем временем кстати у нас еще масло подсолнечное продалось как раз на яйца и продались берем четвертый поддон загружаем все это дело по автозагрузке и поехали отвезем это все дело на нашу птицеферму вот так и значится выгружаем вот сюда вот наши поддончики этого товарища можно отправить уже на парковку больше он нам сегодня не понадобится и загружаем один поддон в инкубатор он 12 часов будет там вот это вот выращивать нам курочек и соответственно в 7 часов вечера 749 у нас вылупиться там цыплятки и мы закинем еще один поддончик это уже сами понимаете будет за кадром птицеферма значится инкубатор развития цыплят по нулям там около двух с половиной тысяч цыплят будет то есть четырех поддонов у нас будет около десяти тысяч цыплят вмещается сюда 15 что можно было принципе еще два поддона брать по большому счету ну ладно вообще рандомное число этих цыплят появляется то есть там 3000 яиц и просто не все из них вылупляются соответственно подсоединяем сюда еще склады и у нас доступно комбикорма уже 800 литров плюс водичка будет сама поступать так что все будет хорошо с нашими птичками потом когда-нибудь продадим яйца и будем убивать их на мясо и короче все будет хорошо вот теперь видимо уже точно все и мы ждем созревания риса а вот кстати правда недолго ждать пришлось 8 утра действительно у нас рис созрел но убирать его пока в любом случае нельзя потому что надо спустить воду так у нас там урал грузится поэтому зря я сейчас эту кнопочку нажал с дым открываем шлюз спускаем воду на втором поле мы сделаем тоже самое открываем шлюз спускаем воду и на третьем поле делаем тоже самое открываем шлюз спускаем воду отлично в общем то через час мы встретимся на уборку и как раз там у нас чуть продастся за час и еще одна монетка 47 штук осталось больше половины собрал уже кстати так друзья у нас 901 прошел час а вода все еще спускается видимо тут какие-то последние миллилитры у нас остались я уже пригнал сюда комбайну так если наш поэтому можно даже поставить его на курс play если он еще не будет убирать то он скажет что рановатенько все это дело у нас происходит вот-вот у нас вода это сам и все вода сошла 902 она все еще сходит но это вот с минут на минуту я 802 открыл минуту она должно будет закончиться и закрыть шлюзы в общем то уборка риса у нас пошла параллельно урал кстати у нас возит кукурузу я время мотнул поэтому все отвезло как только закончился пассив можно было время мотать без проблем на продаже никуда не делся нам надо друзья надо еще поставить трактор который будет у нас все это тело возить и так как эти поля находятся далеко то чтобы это все быстро оперативно было сделано надо ставить два трактора первых конечно же фишку управляем на поле номер 15 первое нравится пускай едет также друзья надо взять еще трактора у нас он только один свободен фактом поставить еще один прицеп потому что потому что да еще вальтера кстати должна быть и у нас вальтера за ним пальто ничем не за как-то я ее даже потерял ладно не суть важно все равно этот трактор свободен отправим его на базу зерно выгрузка ты а надеюсь у вас все будет нормально а вальтера вот у нас добрял к снула на пофигу комбайну только надо поменять тоже поля номер 17 а то они не найдутся и шлюзы у нас закрылись они в общем-то то нехорошо сейчас дадим небольшую фору комбайну и отправим еще сразу же сюда сеять рис будем рис сеять чего нового хотя может быть дело бы смысл посеять рожь но знаете давайте здесь пароваться а урал продолжает возить у нас уже 55 тысяч читу пускай возит и встретимся когда опять какие-то итоги у нас будут то друзья у нас прошло еще почти два часа и эти поля практически убраны одно поле у нас уже полностью засеян и воду я открыл и тут уже даже он какая-то лужица появилась второе поле у нас почти засеяно скоро мы тоже воду откроем и третье поле у нас уже почти убрано как раз трактор сейчас подъезжает вот разгрузит его и все будет хорошо можно кстати сразу же вызвать самолетик чтобы он удобрил все вот эти вот поля 13 15 17 5000 мы за это платим да у нас кстати еще урал почти продал всю муку точнее продал почти всю да давай друг разгружайся ладно пускай они разгружаются ему одна ходка всего осталось сделать там до последняя получается он уже муку везет так что у него все хорошо также на базу приехала полностью загружена джесси бишка и и можно в принципе снимать с работы он самолетик кстати летит добрять ладно снимаем его просто с маршрута и сейчас надо будет его на стояночку куда-нибудь деть выгружаем рисик сегодня мы с ним уже ничего делать не будем соберем еще один урожай тогда повезем на переработку и вот что как-то не очень много получилось у нас но ничего страшного давай друг пока стой здесь мы возвращаемся обратно на поле с рисом этот товарищ у нас тоже выгрузился мы его отправляем на разгрузку но комбайн снимаем с маршрута чем-то этот комбайн автоматически не складывается жатко раскладывается просто как он завершает работу но не складывается обратно это странно она в принципе ничего страшного о самолете прилетел удоверяет поле отличненько значится комбайн мы отправляем знаете куда а автомойка база пускай он стоит там его потом перегоню мы отправим за трактором потому что трактор быстрее поедет пускай быстрее едет разгружается хорошо сейчас тут осыпало так автомойка база они поехали все поле у нас удобрено теперь на всех полях у нас уже две стадии удобрения да они тут немножко кривоватые такие но ничего страшного этим мы по сути дела все закончили возвращаемся тогда на базу давайте посмотрим что мы сегодня вообще собрали по урожаю во первых 60 кубов пшеницы мы собрали 67 кубов кукурузы и 150 кубов риса плюс еще 7 кубов сейчас приедет то есть то же самое что и было в 17 ферме также у нас кстати на складе лежит 4 куба лузги я не знаю куда ее пока деть пускай лежит ну и друзья что у нас еще это покупка коровок конечно же вас есть 248 тысяч денег сейчас станет чуть-чуть еще больше и даже 100 коров на эти деньги мы купить не можем как так то кредит брать не особо знаете ли хочется и деньги в ноль тоже тратить не особо хочется вам скажу более мы с вами еще и у нас куча расходов амортизации недвижимости сейчас будут списываться видимо друзья сегодня мы еще остаемся без коровок ну значит остаемся все не без коровок ладно это в следующий раз купим коровок значится рис друзья у нас досеивается и встречаемся утром когда будет уборка урожая устам огурчики плюс там еще что-нибудь денег у нас конечно же утром станет меньше потому что как я уже сказал амортизация будет списываться за все ну а так покупок у нас вроде никаких сильно нету и планируется посмотрим что еще с техникой надо будет там прикупить разберемся в общем-то всем огромнейшее спасибо за просмотр спонсором огромное спасибо за поддержку пишите ваши комментарии по поводу всего этого дела про лайкусики тоже не забываем если не подписаны на канал то подписывайтесь и общем-то всем огромное спасибо за просмотр всем всего доброго и пока ки